День добрый, у микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии Владимира Шулаева. Это председатель управления сельскохозяйственного производственного кооператива «Красное знамя», депутат областного ЗАГС Собрания. Владимир Леонидович, добрый день. Здравствуйте. «Красное знамя» — одно из самых больших и самых успешных, не побоюсь этого слова, сельхозпредприятий в нашем регионе. На слуху, на виду ваша продукция, у многих на столах, безусловно. Повод конкретный для нашей встречи сегодня в эфире — это 20-летие, в том числе 20-летие с того момента, как вы пришли на эту председательскую должность. Это было, если не ошибаюсь, в июне 2000 года, когда вы стали председателем управления сельскохозяйственного кооператива «Красное знамя». Чуть-чуть в историю мы сегодня, безусловно, окунемся, но я бы хотел начать с самых актуальных моментов. Владимир Леонидович, год 2020 очень и очень сложный. Хотелось бы выяснить и узнать от вас, как ситуация у вас на предприятии складывается, какие коррективы внесла вот эта пандемия, как себя чувствуют люди, что со сбытом продукции, что с ценами, как дела обстоят с партнерами. Нарисуйте, пожалуйста, такую картину. Ну, как бы, год 2020, пандемия, она коррективы внесла, но в том плане, наверное, мы больше стали, еще больше стали заботиться о людях, беречь людей, помогать, если вдруг какие-то там происходили поболезни или еще какие-то случаи. Сколько, сразу же хочется спросить, человек сейчас работает? 550. 550 человек, то есть это средняя такая численность? Ну да, она держится практически последние 3-4 года, мы стараемся стабилизироваться на этом уровне. Наверное, коррективы, говорю, ввела в том, что мы лучше стали даже больше еще смотреть за людьми, относиться, больше их беречь, потому что действительно это такая, тут надо любить людей и им помогать, когда там случается, у нас были вспышки на нескольких отделениях, и мы за это время, что у нас сейчас делаются бесплатные тесты. Тесты сами оплачиваются, да? Вы понимаете меры, вы стараетесь ситуацию держать под контролем с коронавирусом? Да, да, просто вот в этом плане, да, это свои коррективы, и в этом, да, какие-то первое было время, действительно, какая-то боязнь, что могут коровы надоить каждый день по три раза, и вдруг, если многое пойдет на больничный, то как с этим будем справляться? Как бы научились? Несмотря на то, что производство-то, оно максимально автоматизировано, да, на сегодняшний день? Ну, автоматизировано, на корову-то дает все равно надо три раза в день. Ну, я имею в виду, по сравнению с тем, что было, например, там, 20-30 лет назад сейчас гораздо меньше ведь, да, на фермах рабочих. Ну, нагрузка на человека, конечно, меньше. Да, да, нагрузка на людей меньше. То есть, не меньше коров больше, а людей меньше участвуют в технологическом процессе. В этом плане, ну, да, когда там были какие-то такие авралы, то у нас девчата-доярки приходилось работать по две смены, но за это мы оплачивали в двойном размере. Что еще, какие коррективы? Люди не смогли, скажем, мы каждый год, если про пандемию говорить, что мы каждый год в конце сезона посылали людей отдыхать в санатории, за границей, они могут у нас съездить там раз в год бесплатно. Но в этот год не получилось, перенесем на другие времена. Ну, потому что закрылось. То есть, как только откроют это все, конечно, обязательно все сделаем. Не провели праздники, то есть, ну, такой какой-то, вот этого не стало. То есть, работали очень хорошо, отработали очень хорошо. Год, как, если по погодным условиям сказать, что был очень благоприятный. Ну, сами видели, что было прекрасное лето. Да, лето было неплохое. Можно было в этот год иногда покупаться. Но, как бы, погода-то повезла с погодой, но пандемия, конечно, не дала отдохнуть людям после этого. Вопрос, который важен и в первую очередь важен для любого сельхозпроизводителя. Что со сбытом продукции? Почувствовали ли вы какие-то изменения в этом году? С сбыт продукции практически он так же все идет. То есть, цены на молоко в конце года начали, есть тенденция к увеличению, но не на много, так как спрос потребительский, спрос не очень большой. А спрос, он упал или остался примерно на том же уровне? Ну, если считать с нашей продукцией, то примерно на том же уровне. На том же уровне. Тут особо не почувствовали. Ну, понятно, что где-то на везде упал потребительский спрос, так как и люди без работы, где-то кто-то остался, что-то. То есть, естественно, это произошло. Ну и давайте тут, я думаю, целесообразно сразу будет напомнить, собственно, перечень продукции, которые производятся на предприятиях сельхозкооператива «Красное знамя». И торговые марки прям можно напомнить. Молоко, сливочное масло, я к этому веду, да. Не, я понимаю, я просто думаю, как ответить. Мы стараемся производить, что мы производим на своей продукции, это у нас экологически чистый продукт. Мы никогда принципиально, никогда ничто не кладем туда. То есть, у нас есть мясная переработка, есть у нас хлебопечение, есть переработка козьего молока, так как мы в этот год запустили козью ферму. Но это на второй год уже. Я думаю, чуть попозже поговорим об этом. Я просто говорю, да. И есть Богородский молокозавод, он полностью на нашем молоке. И мы перерабатываем свою продукцию, как бы, и свои... Это тоже натуральное, все чистое. Мы принципиально ничто туда не кладем. И за счет этого, наверное, рынок наш, он определенно не скажет, что мы его продвигаем огромно, но он тихонько растет, тихонько растет. Но зато мы знаем, что это экологически чисто, и мы заботимся, ну, в первую очередь, здоровье нации, это самое главное. То есть, полностью вот то, что с Богородского поступает на прилавки магазинов, это все делается на вашем молоке? Это все на нашем молоке, это наш завод. В общем, я делаю вывод, что, ну, при условии предпринятых мер противодействия, да, вот этой пандемии, вы, в общем-то, чувствуете себя, ну, так, довольно неплохо. Мы никогда не жалуемся, никогда не жалуемся, потому что надо... Мы могли бы там жить лучше, хуже, но все зависит от того, как мы подходим к своей работе. К своей работе мы всегда стараемся делать очень хорошо, свою работу, и на очень высоком уровне. Мы приняли давно уже, много лет назад, что надо учиться у лучших. Где-то мы учимся, что-то у нас есть в России, где-то есть это за границей. Мы берем самый лучший мировой опыт, и только благодаря этому, наверное, мы, ну, наверное, и можем из-за этого и помогать людям, и держать свою среднюю заработную плату в районе 46 тысяч рублей, это самая высокая заработная плата в области, в сельском хозяйстве. Ну, я для сравнения напомню, что у нас, по последним данным, средняя зарплата в области по всем отраслям порядка 30-31 тысячи рублей. Вот полтора раза у нас, если взять сельское хозяйство, то есть работать в сельском хозяйстве, конечно, можно. Но для этого надо действительно полностью отдаваться труду, и у нас все люди, не только там, как бы, руководящие, а и все люди, работники, они работают очень хорошо. Сколько сейчас голов насчитывает дойная стада? Ну, где-то порядка 2900. А эта цифра в этом году подросла или она остается? Она немного подросла. Немножко подросла? Немного, потому что мы начали большой сбыт племеноскота. С кем сотрудничаете? Ну, мы в последнее время продаем это в агрофирму «Немский», где новая ферма. Ну, здесь, к землякам, в общем. Конечно, да. Мы продаем там «Нему», они новую ферму запускают, большой холдинг «Доронич». И мы продаем туда. В этот год продали порядка 300 голов. 300 голов. Как с техникой, Владимир Леонидович, обстоят дела в этом году? Не секрет, что техника обновлялась в последнее время. Удается ли сдерживать эти темпы в нынешнем году? Я напомню, что нельзя сейчас уже думать о том, что вот раньше там ходили какие-то старенькие трактора, машины, комбайны. Сейчас все-таки современная техника и довольно комфортная для тех, кто на ней работает. Ну, конечно. Потому что выработка, например, если взять раньше... Если, когда я пришел в 2000 году, у нас было где-то порядка 7-8 комбайнов, то сегодня вот это все убирает один. Со всеми этими площадями справляется одна единственная техника? Скажем, один может убрать тот объем. Даже если мы убирали раньше порядка полутора тысяч, двух тысяч, то сейчас это 7-8 комбайнеров, то сейчас мы один намалачат 3-3,5 тысячи. Это практически в два раза больше, чем весь колхоз до этого. Производительность труда. Вот как увеличилась производительность. Производительность за эти 20 лет. Надо понимать, потому что людей на деревне, конечно, много не становится, но зато люди, которые остаются на земле, это очень хорошие, порядочные, работящие люди. Я вообще считаю, что большинство хороших, настоящих людей, они все вышли из глубинки, они знают, почем под соли и почем хлеб, да? Как это все делается? Да, конечно, потому что, как бы говорить, Советским Союзом, может, там были какие-то вопросы, я понимаю, наверное, в смысле собственности, но то, что там они отрицали, но то, что в смысле подбора кадров все проходили через, все управленческая вертикаль, она проходила через руководство колхозами, предприятиями, и после этого доходили до верху, то, как бы, понятно, что это был, наверное, правильный путь развития, что когда принимается закон наверху, они должны понимать, как это будет исполняться на низу. Да, как реализовываться будет в конечном итоге. Эти люди, они понимали, как все это делается. Еще по поводу техники. Вопрос, с какими путями, какими способами удается обновлять сейчас парк, какие вообще существуют меры поддержки в этом отношении? Чем вы пользуетесь? Ну, мы обновляем ее, как и нашими российской техниками, есть некоторые, которые достаточно уже вышли на неплохой уровень, но в основной, конечно, это импортная техника. В основной импортная техника. Насколько трудно ее в последнее время получать или приобретать вернее? Ее просто трудно приобретать в том плане, что это достаточно дорогой сегмент, потому что доллар растет, евро растет, и, естественно, это проблема. Это напрямую отражается. Но без этого невозможно развиваться, без этого не будет развития, мы не сможем еще поднять тысячу гектаров, просто людей на селе больше не становится. То есть вы прям садитесь, подсчитываете, ага, сколько я сделаю на этой технике, а сколько на этой, сравниваете, и все-таки выбор в пользу импортного, да? Ну, конечно. Производителя все-таки делается. Не на всей технике, но на некоторой это обязательно там. И даже пока, наверное, на большей части. Как, кстати, с урожаем в этом году? Все удалось? Ну, погода была хорошая, я думаю, что тут грех жаловаться на погоду. Урожай был нормальный, да. Полностью обеспечили себя и кормами. Хватит на холодный сезон? У нас и хватит на холодный сезон, и мы еще продаем. Цены на зерно в этот год увеличились практически процентов на 20-30. Если на молоко они увеличатся где-то на 5-10%, то на зерно увеличатся примерно где-то процентов на 20-30. Ага, за счет чего это произошло? За счет поднятия цены на доллар, на евро, и за счет, говорит, что еще и пандемии, плюс засуха в Европе произошла, то есть цена хлеба, она станет дороже, то есть зерна точно. Вы сказали, на 5-10% молоко подорожает, это уже мы имеем в виду конечный продукт, то, что мы видим на полках? Это мы говорим о своем молоке, которое у нас есть, которое мы продаем оптом с предприятия, сельхозпредприятия. То есть вы имеете в виду закупочные цены? Закупочные цены, да. Закупочные цены. Они поднимутся. Если, ну не будем, да, как я уже сказал, так уж надолго окунаться в эту историю, вот если сейчас охватить взглядом эти 20 лет прошедшие, за что испытываете, Владимир Леонидович, такую особую гордость? Особенные запоминающиеся моменты на протяжении этих последних 20 лет, когда вы действительно чувствовали, что вы работаете не зря, и были, ну что уж бояться этого слова, по-настоящему таким счастливым. Я не знаю, я как работать начал, то мне эта работа нравится, и я не вижу, я каждый день на работе, жду, когда проснуться утром, и идти на работу, потому что там происходит деятельность. Я с радостью всегда иду на работу, и, наверное, без этого нельзя, если ты хочешь что-то делать, и надо именно так и работать. Надо приходить на работу, чтобы работа доставляла удовольствие. Без этого нельзя. Ко мне, когда приходят на работу люди, я всегда, кто бы он ни был, тракторист, косник, доярка, устраиваться, да? Я всегда им задаю вопрос, кем бы вы хотели в жизни быть. Если вы пришли ко мне, например, дояркой, а говорите, что я хочу быть там ветрачом, или, например, агрономом, и у меня эта идея, мечта всю жизнь, и я буду там работать, то мы постараемся дать вас именно то, что вы хотите. Ясно. То есть вы относитесь к тем людям, которым, в первую очередь, интересен сам процесс. Ну, люди должны идти на работу с удовольствием, иначе это самое лучшее, когда люди, отработав, они получают от этого удовольствие. Сейчас хозяйство испытывает некий дефицит кадров. Сейчас нужны люди, то требуется, в первую очередь. Нам нужны люди. Вы же мне задали вопрос, возьмете ли меня. Я и говорю, что нам нужны умные, грамотные люди. Умные, грамотные люди. Да. И это не означает, кто это будет тракторист, шофер, агроном. Без разницы. У нас на предприятии там 80%, может даже 80% точно, что это люди, кто управляет всеми процессами. Это прошедшие люди. Кто-то был в свое время механизатором, кто-то был дояркой, кто-то телятницей. Они руководят целыми колхозами. То есть это моими бывшими отделениями. Некоторые были повором, например. Карьерный рост произошел. То есть да, они руководят практически целым колхозом. И это нормально. Потому что люди, которые на работе себя показывают хорошо, и видно, что они ответственно к этому относятся, видно, что у них есть свой характер, они могут спросить с другого человека. Именно спросить, не просто там и помочь, и спросить, и сделать правильно. Мы в основном этих людей стараемся поднимать. И это наша база. Я думаю, это и сила нашего русского человека, где действительно самое главное у нас критерий первая порядочность, потом работоспособность. Кстати, очень важный вопрос. В последнее время мы в городах, в областном центре обсуждаются эта тема. Тема благоустройства территорий, да, когда дороги ремонтируются, строятся детские, спортивные площадки. А как с этим, кстати, обстоят дела насилия в ваших хозяйствах? Какое внимание уделяете этому направлению? Чтобы действительно проехать можно было хорошо, где-то облагородить территорию? Ну, вот за последние буквально два года, ну, не два, даже последних несколько лет, можно сказать, что на селе по дорогам действительно произошло изменение, особенно в последний год. В хорошем смысле, да? В хорошем смысле, конечно, да. Стали выделяться там губернатор, и правительство стали выделять деньги на... Я бы сказал, что вот уже между районными центрами дороги уже нормальны. Мы за этот год там у нас дорога на Богородск достаточно уже прилично сделана по районам, там доуне неплохая дорога уже. Ну, я говорю про то, что есть у нас, у меня как депутата АЗС, плюс к тому, что стали выделять деньги на поселковые дороги, которые там 15-20 лет практически не выделялись. Да, даже больше, наверное. Там в Куменах у нас там в этот год построено полтора километра асфальтированных дорог. Но это за счет местного бюджета? Нет, это именно губернатор выделил. А, областные вливания? Да, областные вливания. Это правильная позиция. Мы много лет в последние годы весь там наш именно аграрный, как можно сказать, там модное слово, лобби. Мы именно говорили, что надо дороги. Спасибо, губернатор нас слышит и поддерживает в этом деле. И стал выделять. Если на следующий год, года 2-3 пройдет еще так же дальше, то я думаю, что в поселках, в больших, ну и в деревнях дороги исправятся. Плюс программа по местным инициативам, она тоже очень сильно поддержала. Много очень сделали детских площадок. Насколько ваши жители активно участвовали в этой в проекте поддержки? Мы каждый год 2-3 проекта делали. Просто в этом году был сделан перерыв, насколько мы помним, в следующем году? Да, мы на следующий год, у нас очень много выиграно, там, я не знаю, 3 или 4 или 5 лет проектов, от 3 до 5 я точно не могу обмануть. Но вот по нескольким населенным пунктам будут там детские площадки, асфальтирование дорог, освещение, какие-то другие там комплексы еще. То есть, я думаю, больше там, наверное, проектов всем, наверное, на следующий год. В этот год бы они были сделаны, но из-за пандемии это не получилось. Вы заговорили о работе в законодательном собрании Кировской области в качестве депутата, да, естественно. Тут какие основные яркие моменты вы можете отметить за последнее время? Что сделано? Ведь, безусловно, всегда в голове родное хозяйство, сельское хозяйство. Ну, я вот и говорю, что если там взять то, что дороги стали лучше, сельское хозяйство, финансирование, пусть не намного, но увеличилось. Нас за последнее время там, думаю, что больше слышать стали. Мы именно тот локомотив, я не думаю, что даже в области выступал и президент, говорит, что мы действительно там импорт продовольствия за границу стал намного больше. И там мы сравнялись там с военно-промышленным комплексом практически по экспорту, если даже не обошли его. Цельхозпродукции. Цельхозпродукции. И я считаю, что у нас самое, что там, наверное, там в стране нашей направление это должно быть. И у нас точно мы там, никакой кризис, ничто, больше, чем земель в России нигде нет. Весь мир... Разумеется, да. Весь мир, Азия, ну вообще весь мир, он очень увеличенный население. У них не хватает ни земли, ни продовольствия. Если мы произведем, будем производить больше продукции, распашем все то, что есть у нас здесь, то мы, наверное, будем, весь мир будет только... Сможем накормить всех. И накормить, и мы будем, наверное, нас точно будет очень здорово слышать во всем мире и слушать. Не просто слышать и слушаться даже. Но что касается господдержки сельхозотрасли, наверное, все-таки все равно хотелось бы, чтобы побольше было, более внимательно относились к этой теме власти. Ну, я не сказал бы, что власти не внимательно относятся... Не-не-не, я этого тоже не... Потому что как бы у нас в области помогают, да, в некоторых регионах, где есть возможность, например, в Татарстане, там более... Но это не говорит, что мы работаем хуже, например. Если взять, например, Татарстан, взять какие-то другие республики, где больше выделяются, то эффективность нашего сельскохозяйства в Кировской области выше, чем у них. Выше? Выше. А вы, кстати, с Татарстаном каким-то образом взаимодействуете, сотрудничаете? Ну, мы... Они приезжают к нам учиться, мы иногда ездим к ним туда, их обучаем. У нас очень хорошее дружественное отношение. Нас, наверное, закалило вот это то, что мы в тяжелейших условиях. Это же надо понимать, что Кировская область – это грань, дальше тайга. Сельскохозяйства выше Кировской области нет. Я помню прошлый год, я просто периодически... В Северне, то есть как бы сказать, в Северне. Я помню прошлый год активно ездил по Казанскому тракту, да, в направлении южных районах нашей области. В Татарстане, видимо, был не урожай кормовых, и они активно закупали, видимо, в Кировской области вот эти Камазы большие, они шли с сеном в том числе. Так что есть точки соприкосновения? Ну, конечно, мы... У нас, конечно, мы севернее, и нам больше надо заниматься молочным животноводством, но оно тоже имеет какое-то ограничение. Но мы научились за последние годы заниматься и растеневодством. То есть растеневодство плюс с тем, что поднялись цены за последние годы, то есть, ну, доллар, просто мировой рынок увеличился, сбыт, там, Азии очень много, надо им зерна, пшеницы, всего. То мы научились производить зерно. У нас, например, по этому году урожай, там, 3-4 центра, это... Это очень хороший показатель. Это хороший разорожай, там, для Кировской. Мы считаем, что это такой... Для зоны рискованного земледелия, как это называется. Это вообще хорошее, но это считаем, что еще можно сделать, там, в районе 40 центров можно получать урожай у нас нормальный. И, может, даже больше. Если мы тихонько все подтянемся, тоже же раньше говорили, когда он начал 20 лет назад работать, там, я не знаю, сколько, но там 4 или 5 тысяч область доила, может, 3. Всего был надой. Сейчас он увеличился в 2 раза. В 2, да, даже больше, по-моему. Под 10 тысяч заходит уже. Да-да-да, мы надоели 11 тысяч за прошлый год. И надо понимать, что по растеневодству мы тоже можем подтянуться там раза в 2. И это, ну, как бы очень здорово. И я думаю, что вся Россия, я говорю, если мы распахали, то мир бы был, по сути дела... Сыт за счет нас. Мы бы были очень большое влияние в мире имели. Я думаю, что нам, конечно, всей страной и всем надо именно имидж, наверное, сельского хозяйства, что, может быть, не хватает нам. Надо все-таки, наверное, больше снимать фильмов про это. Непростых, а даже художественных, как мы живем на селе. Не показывать там какие-нибудь разборки между бандитами и правоохранительными органами, а показывать сельский труд, нормальный, ежедневный, да? Да, как действительно хорошо живут наши семьи, какие у них дома, как они живут, у них тоже есть любовь. Можно фильмы все показывать, как там тракторист приходит домой, как это были раньше, какие там были прекрасные фильмы там. Дело было в Пеньково. Ну, прекрасные фильмы это были. Классику жанра, там, председатель фильм. Да. Это же... С какой душой они показывали? Почему за последнее время не снимают это, да, это вопрос. Давайте еще немножко поговорим о козеводческом направлении. Тут и правительство Гировской области активно сообщало, что вы начали этим заниматься. Там, если я помню, план стоит 2500 голов, да? 2300. 2300, ну вот почти, чуть ошибся. На каком сейчас этапе находится? Ну, коза как и корова это символ деревни, да? Много семей выросло на козьем молоке. Ну, раньше в свое время же, ну, был такой недостаток в советской власти, думаю, что это огромный там ущерб был для этого. Они убирали там животных и осталось... В селе можно было там держать одну козу. Я считаю, что... И за то время, конечно, на козьем молоке было выращено масса людей. Масса раненых была выхажена именно на козьем. Это самое такое полезное молоко. Считается более жирное, более питательное? Ну, оно и полезное. Оно и антиаллергенное. И вот в данной ситуации, где, допустим, даже не в данной, пройдет пандемия, надеюсь, все равно все это... При пандемии это особенно, потому что это иммунное и иммуноподдерживающее именно молоко, там, все это продукция. Но и на будущее люди сейчас больше и больше становятся смотреть о здоровом питании, о своей жизни, потому что действительно там люди... Ну, сами видели, там, до пандемии очень много ходило в фитнес-клубы, здоровый образ жизни. Да и сейчас, наверное, все равно там люди это стараются это поддерживать. Но это, слава богу, что так есть. В настоящее время именно продукция, козеводство, красного знамени, она как представлена? Где ее можно найти, приобрести, попробовать? У нас есть свои магазины, в городе один, а так у нас где-то порядка 15 магазинов. Напомните адрес. В городе это у нас... Я точно адрес не могу вам сказать, потому что... Ну, это магазин «Бублик» в районе Комсомольской площади. Так, ага, ага. Те, кто захотят, найдут, я уверен. Захотят, найдут. У нас есть в интернете, ради бога, это все. Мы делаем сыры, молоко производим из козьего, плюс йогурты делаем, творога козьи делаем и козье масло. Пошла продукция-то из козьего? Ну, она идет на определенном уровне. Но надо понимать, например, когда мы говорим, что в Куменах, у нас в Куменах, это районном центре, продукции идет больше, чем во всем Кирове. Потому что люди знают... То есть по объему вы больше продаете в Куменах, чем... Во всем Кирове. Чем во всем Кирове. Потому что это очень, ну, как бы... Ну, мне кажется, Владимир Владимирович, это вопрос еще не раскрученности, так скажем. Конечно, не раскрученности, и просто даже люди недоверия, наверное, какого-то. Потому что у нас на селе, в Куменах, они уже знают и верят, знают, что там нормально все. А в городе же все равно очень много везде всего, и, естественно, недоверие-то есть. Ну, это, наверное, и наша недоработка. Ну, будем тихонько стараться и работать в этом направлении. У нас остается буквально 2-3 минуты. О перспективах, о планах, какие вынашиваете в настоящее время проекты, что бы хотелось реализовать в ближайшем будущем? В ближайшем будущем нам бы, чтобы закончилась пандемия, все бы съездили отдохнуть, и мы бы стали дальше работать и строить планы. А так мы побольше, наверное, земель распашем, там, постараемся увеличить там какую-то, ну, там, на эту же козью ферму до конца все, довести сейчас поглое полторы тысячи до 2-300. Какие сроки-то у вас стоят, когда вы тут... Ну, в конце 2021 года мы должны практически все сделать. То есть примерно через год вы уже должны... В течение года, да. Через год мы должны все это закончить. Так, еще? Ну, и, наверное, там, самое-то главное, чтобы люди были достойны. Я считаю, что мы за последний... В этот год удержали заработную плату, удержали уровень жизни людей, потому что мы увеличили ее, чтобы даже с инфляцией они не потеряли свой, там, уровень, статус. Это очень большое. И вот, наверное, самое-то главное, чтобы удержать уровень людей, чтобы они были достойно жили и достойно работали. Это было самое, наверное, то, что вот это у меня мечта. Ну, заработать можно больше надоедить молока, можно больше сделать зерна, но это не самое главное. Когда вокруг тебя окружают хорошие, нормальные, порядочные люди, которые работящие и честные, это самое хорошее, когда ты приходишь на работу с радостью. Вот эти, наверное, планы, чтобы так все было и дальше развивалось. А часто ли бывает, кстати, момент, когда люди, в которых вы, ну, верили, воспитывали, срываются с места, уходят, уезжают, находят, пытаются найти себя где-то в других сферах. Бывают такие моменты? Как с ними справляетесь эмоционально? Переживаете наверняка? Нет, конечно, переживал. И такие случаи бывают. Но это, я бы сказал, что вот за 20 лет моей практики может быть семей десять, которых мне, ну, наверное, мы чем-то, я считаю, что, может, даже много сказал, может, семьи пять, которые, например, наверное, да, семьи пять, которые там, ну, я, наверное, там просто сам, как руководитель не смог удержать их. Те, которые иногда приходят и уходят, это ничего страшного, это понятно. А те, что, да, эти люди могли бы работать у меня, но они вовремя не успели их что-то дать, ну, это были хорошие люди. Ну, это немного, это, говорю, семьи пять. Ну, то есть у нас вообще заметно по сельхозпредприятиям это? Ну, последние где-то два-три года приезжают, но очень мало остается. То есть приезжать из города, приезжать, начали приезжать, но оставаться, ну, как бы совсем единицы. Пробовать, пробовать стало много. Ну, не много, но больше, так можно сказать. То есть люди, видимо, приехали, окунулись во все это, хлебнули, что называется, и подумали, подумали, и, наверное, да, возвращаются в более комфортные условия. Все-таки жизнь населения требует... Ну, те, которые остаются, это уже наши люди, они никуда уже больше никогда не уедут. Ну, давайте пожелаем, чтобы таких людей, крепких людей, да, действительно привязанных по-настоящему к селу было больше, и они... И главное, чтобы они еще понимали, что они не зря делают свое дело, не зря делают, не зря трудятся, да, что результаты их труда будут востребованы, что их будут за это уважать, хвалить. Ну, конечно, людей... У нас люди такие простые, русские хорошие люди, они простые, и, естественно, они не только там, да, их уважают, их хвалят, но и они знают, что там спокойно могут... Ну, у нас очень многих семей там по две машины в доме, плюс там дети, где-то для детей, которые там учатся в городе, у всех почти там есть квартиры. То есть, они живут в город съездить, они сели, у нас час там езды где-то с одного отделения полтора, но это же не о чем. Ну, да, 60 человек. Это же прекрасная жизнь. Вышел из дома в огород, надо огурцы, помидоры там сорвал, пришел. Летом, да, мы работаем механизаторы, а зимой у нас пятидневка, то есть мы работаем с восьми до четырех, а в пятницу до обеда, как во всем, во всех нормальных, и суббота, воскресенье обязательно выходные, так что плюс отпуска. Я думаю, что за зимой у нас отдыхает, и мужики наши хорошие, они там к апрелю месяце прямо так уже, говорят, вот пора вы проработать. Ну, понятно, что пять месяцев. Да, конечно, они же нормальные люди, без этого невозможно. Да, к сожалению, время уже истекло, наши беседы. Владимир Шулаев, председатель управления сельскохозяйственного производственного кооператива «Красные знамя», депутат областного ЗАГС собрания. Всего доброго, успехов вам в работе, и действительно, чтобы эти трудные времена побыстрее закончились, и мы могли бы вздохнуть полной грудью, да? Да, спасибо. Будем надеяться.